МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Пана Усимбекова, сурдоперевод Айгуль Стамбековой. Сегодня в выпуске. Перспективные отношения. Акима Матинской области обсудил вопросы взаимовыгодного партнерства с генеральным консулом Ирана. Долгожданная дорога. В 12 сельских округах Аксусского района появилось асфальтовое покрытие. На подачу. Первый тур 29-го чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд стартует уже завтра. Итоги социально-экономического развития страны за 10 месяцев были подведены сегодня на селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра Республики Казахстана Скара Мамина. Об исполнении республиканского бюджета, состоянии экономики, инвестициям и госсокупкам отчитались руководители ведомств и министерств. В целом по Казахстану отмечается положительная динамика роста. В частности, подъем обеспечен в обрабатывающей промышленности, производстве продуктов питания, фармацевтике, машиностроении и строительстве. К слову, в Алматинской области с начала года объемы строительства увеличились почти на 8,5%. Край ЖТСУ вошел в число регионов, где повышение социально-экономического развития достигнуто по 5 из 8 основных показателей. Подводя итоги совещания, Аким области Амандык Баталов поручил своим совместителям и руководителям управлений принять меры по достижению целевых индикаторов по всем отраслям и выполнить полное освоение бюджетных средств. Поручаю Акимам регионов принять все меры для достижения запланированных показателей социально-экономического развития и обеспечения эффективной реализации задач, поставленных главой государства. Необходимо принять меры по обеспечению доходной части республиканского бюджета, а также полного и эффективного освоения бюджетных средств госорганами и Акиматами до конца года. Расширяя границы сотрудничества, Аким Алматинской области принял генерального консула Ирана Фагани Махсена в городе Алматы. Стороны обсудили актуальные вопросы сферы туризма, промышленности, медицины, сельского хозяйства. Так, для увеличения притока туристов между двумя странами – иранцы. После пандемии коронавируса намерены увеличить количество авиарейсов. Как известно, Исламская республика Иран отличается высоким уровнем медицины. На территории Алматинской области они хотят построить медицинский центр, где местные медработники смогут обмениваться знаниями с иностранными коллегами. Это также поспособствует уменьшению нагрузки на медучреждения. Амадек Баталов принял во внимание взаимовыгодные предложения, отметив, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления связей между дружественными странами. Представители иранской бизнес-сферы выражают большую заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном, в частности с Алматинской областью, так как у региона удобное месторасположение. Создана хорошая логистическая инфраструктура. Рядом есть крупный мегаполис. Можно будет провести видеоконференцию с нашими регионами для детального обсуждения совместных планов. Выражая особую признательность представителям Исламской республики Иран, надеясь реализуем немало совместных проектов. Мы давно тесно сотрудничаем с этой республикой. К примеру, иранские инвесторы открыли на территории Алматинской области мясоперерабатывающее предприятие, тем самым создав новые рабочие места и обеспечивая налоговые поступления. Мы всегда открыты к сотрудничеству. В скором времени проведем видеоконференцию с представителями Харасанской области и провинций Язд. Со своей стороны, для развития партнерства мы будем оказывать всяческую помощь от оформления виз до полного сопровождения бизнеса. Противодействие коррупции – обязанность каждого гражданина. Республиканский информационно-просветительский штаб борцов с коррупцией посетил город Капшагай. В рамках рабочего визита состоялось открытие 16-го в области сервисного акимата. Также представители антикоррупционной службы провели открытую диалоговую встречу с активом и жителями города Капшагай. Открытие сервисного акимата в торжественной обстановке провели председатель Республиканского информационно-просветительского штаба Рза Турсанзада, руководитель Департамента добропорядочности агентства РК по противодействию коррупции Ганежана Санула и руководство региона. Для жителей города Капшагай здесь будет оказываться более 80 государственных услуг. Открытое пространство даст населению возможность получать госуслуги в одном здании без поисков отделов, расположенных в разных уголках города. Пользуясь случаем, борцы с коррупцией провели приём граждан, где лично выслушали их обращения и замечания. Мы рады присутствовать на открытии сервисного акимата города Капшагай. В области теперь действует 16 аналогичных объектов. Это уникальная площадка, миссия которой облегчить получение и взаимосвязь населения с государственными служащими. Также при сервисном акимате функционирует офис ЖТСУ Адалдхалана. В этот же день члены республиканского информационно-просветительского штаба ознакомились с работой сервисного акимата посёлка Боралдай Ильийского района. Помещение полностью оборудовано для посетителей. Предусмотрен уголок самообслуживания. В одном здании можно получить услуги, предоставляемые отделами образования, архитектуры и градостроительства, сельского хозяйства, координации занятости и социальных программ. Мы посетили сервисный акимат сельского округа. Я восхищена. Я просто думаю, что об этом акимате должен знать весь Казахстан. И самое главное – это open space. То есть концепт слышащего государства здесь глаголит. На самом деле здесь глаголит, поэтому огромное спасибо. В формат open space до конца года планируется перевести работу всех районов акиматов области. Также нацелено повысить прозрачность и оперативность предоставления госуслуг цифровизации. До конца года в регионе намерены автоматизировать 90% госуслуг. За последние сутки в Алматинской области коронавирусной инфекцией заразились еще 17 человек. Статистические данные, а также информация о текущей ситуации были озвучены на брифинге с участием представителей областного департамента по санитарно-эпидемиологическому контролю. В настоящий момент прирост заболеваемости в регионе составляет 0,2%. Также зарегистрировано 22 случая заражения среди несовершеннолетних. Дети находятся на домашнем карантине. Из-за несоблюдения карантинных мер в регионе за 3,5 месяца зафиксировано 2764 нарушения на сумму свыше 18,6 млн тенге. В большинстве случаев это связано с проведением семейных и иных торжеств в ресторанах и кафе. В области работает 268 мониторинговых групп. Согласно новому постановлению главного санврача области, в регионе введены ограничительные меры. Обязательным остается ношение маски и соблюдение социального дистанцирования. Из-за сложной ситуации в Восточно-Казахстанской области на границе выставлен санитарный пост. В настоящее время ведется контроль и на железнодорожном сообщении в городе Уштобе. Что касается ЖД-перевозок, здесь у нас есть ведомственная СЭС, служба СЭС на транспорте. Всех пассажиров они подвергают термометрии, осмотру по пути следования. Тем более с Восточно-Казахстанской области все пассажиры выезжают со справкой опыт с ПЦР. Нового председателя текилийского филиала партии Нур-Отан избрали на заседании Бюро Полицовета. За активное участие во внутрипартийной жизни города им стал ныне действующий Аким Моногорода Батыр Молдахметов. Свой трудовой путь новый председатель начал с мастера производственного обучения в Политехническом колледже города Талтгурган. Позже занимал руководящие должности в Акимате Алматинской области, был советником первого заместителя Акима региона и руководителем аппарата Акима города Текили. Под председательством Батыра Молдахметова повесткой дня стало определение участников 26-й районной конференции партии Нур-Отан. Она пройдет 11 ноября. От Моногорода Текили во внутрипартийных дебатах примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в праймерис. Нами были определены делегаты, которые примут участие в голосовании, и сами участники дебатов неочередной конференции. Кандидаты, набравшие большее количество голосов, смогут выдвинуть свою кандидатуру в маслехат парламента Республики Казахстан. В результате они будут вправе вносить свою лепту от имени нашего Моногорода. Дорогу села. Более 650 миллионов тенге выделено на строительство дорог 12 сельских округов Аксусского района. И это в первую очередь благодаря внедрению госпрограммы «Дорожная карта занятости». Активно идет исполнение и госпрограммы «ИМБЕК». Их реализация нацелена также на развитие бизнеса, трудоустройство населения и ремонт различных муниципальных зданий. В рамках пресс-тура наша съемочная группа ознакомилась с ходом реализации государственных программ в Аксусском районе. Асфальтовое покрытие – долгожданное событие для жителей многих сел Аксусского района. И вот, благодаря «Дорожной карте занятости» в 12 сельских округах проведен средний ремонт автодорог. Отремонтированы основные улицы сел Мололе, Алажиде, Кенжара и ряда других населенных пунктов. Всего планируется проложить 25 километров внутри и межпоселковых автотрасс. Работы завершены уже на 90%. По «Дорожной карте занятости» выделено 652 миллиона тенге на средний ремонт автодорог. Средства освоены. Планируем до начала зимы завершить работы на 100%. Сейчас трудится 81 человек. Заработные платы выплачиваются вовремя. Идут пенсионные отчисления. Помогают в трудоустройстве граждан и другая государственная программа. Так, выиграв грант по линии Ембек, Дауд Кумарбек занялся выпуском пескоблока. Обеспечивает 4 человека рабочими местами. Сумма гранта – полмиллиона тенге. Такие же средства получил и Куламбек Бердумрат. Житель села Жансугуров занимается производством мебели. Сивой воспользовались данной программой 125 жителей Аксулского района. Помимо безвозмездного гранта, для расширения бизнеса по программе Ембек взял кредит под 6% годовых. Сейчас работы обеспечивают двоих человек. Так как заказов много, планирую еще одного взять в команду. Подробно разъясняют о тех или иных государственных программах. В районном сервисном Акимате. Учреждение открылось в мае этого года. С момента открытия уже пользуются большим спросом у населения. И это неудивительно. Здесь можно получить порядка 820 различных государственных услуг. Все делается для удобства граждан, повышения грамотности, цифровой грамотности населения. В будущем мы тоже планируем увеличить количество уголков самообслуживания, чтобы люди не ходили в зонах, очередь не создавали. Тем самым хотим сохранить, сэкономить их время. А делами района, в том числе уголками самообслуживания, оказано около 2000 государственных услуг. Елеман Раимбеков, Абзал Носифов, телеканал ЖИЦУ, Аксусский район. Все в сборе. В Талдыкургане прошла церемония награждения представителей разных сфер, меценатов и общественников, организованная местными волонтерами. Что стало предметом встречи, узнавала Адина Смогулова. Вместе мы сильнее. Под таким девизом волонтеры-лидерки ЗЭТ отметили уходящий год волонтера. Особыми гостями на их мероприятии стали те, кто на просьбу о помощи всегда протягивал руку. Это медики, пожарные, представители органов местной власти, медиасфер и других направлений. Под торжественный аккомпанемент 16 из них вручили символичный подарок – древо жизни, как нахсплоченности народа и его благополучия. В этом году главой государства был объявлен годом волонтера. В честь этого концу года волонтера мы решили наградить наших соратников, с кем мы работаем, кто нам помогает. Всего получат благодарственные письма 22 человека, из них 16 статуэток. За четыре года существования волонтерское сообщество нашло поддержку в лице гора Акимата, правоохранительных органов, представителей СМИ и ряда других социально значимых структур. Совместными усилиями они оказали продовольственную помощь медикам, изолированным в период пандемии и нуждающимся семьям. Более 90 человек, числившихся без вести пропавшими, найдены благодаря слаженной работе добровольцев и спасателей. Велика заслуга в поисковых делах и поддержка местных блогеров, отмечают волонтеры. В Триспи выложили пост, что нужно найти Настю, девочку. В общем, мы, получается, сделали пост, ребята быстро организовали группу на поиски. Я уже сейчас честно не помню, сколько мы искали, две или три недели, но, в общем, каждый день, что мы находились вместе, все это нас сплотило. И сейчас лидеры КИЗЭЦ, спасибо им большое, что они сделали большую такую группу, и они помогают в большей степени людям. Добровольная помощь всегда была характерной чертой казахстанцев, наряду с соучастием и сопереживанием ближнему. Современные тимуровцы продолжают творить добро и по сей день. Круг их миротворческой деятельности расширился в пору пандемии. Проведение мониторинговой работы в местах общественной деятельности, в больницах на оснащённость медпрепаратами и оборудованием, на рынках на соблюдение Саннорм. Совместно с правозащитниками и местными органами власти они выявили около трёх с половиной тысяч нарушителей. Столько же ими было роздано защитных масок для безопасности населения. Футболисты Алматинской области оказали благотворительную поддержку детям с инвалидностью. 11 детей с синдромом Дауна получили от игроков футбольного клуба ЖТСУ меловые доски, необходимые для коррекционно развивающего обучения. По словам благодарных родителей, помощь неравнодушных спортсменов подоспела вовремя, потому как из-за ограничительных мер обучение солнечных деток стало проводиться на дому. Однако приобретение меловых досок, занятия на которых развивает мелкую моторику, требовало значительных затрат. Стоит отметить, ранее меценаты обеспечили месячными запасами продуктов семь многодетных семей города, а также полностью снабдили канцелярскими товарами 10 школьников спеццентра, подготовив их тем самым к учебному году. Нам были необходимы доски для домашнего образования, чтобы дети могли держать свою останку ровно, писать, изучать буквы. Хочу выразить огромную благодарность футболистам футбольного клуба ЖТСУ. Они отозвались на нашу просьбу о помощи. Мы решили помочь детям с общественного фонда КНН. И приобрели доски для рисования. Надеемся, что это поможет им в обучении и развитии. Более 230 игровых терминалов, принадлежащих организованной преступной группе, уничтожили в Алматы. Процесс сняли на видео. Отмечается, что преступной группой было организовано два игорных заведения. Более 60 игровых точек, в которых работали терминалы, а также складские помещения, приспособленные под цеха по изготовлению и ремонту терминалов. Все шестеро подсудимых признаны виновными в совершении преступлений. Они приговорены к различным срокам наказания, в том числе в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Дерзкие грабители-самокатчики попали на видео в Петропавловске. Они напали на мужчину. После избиения отобрали у прохожего телефон и портмонез с документами. Полицейские в районе грабежа при отработке одного из общежитий обратили внимание на самокат. Установили владельца. Он оказался причастным к грабежу. Также был установлен второй подозреваемый. Они дали признательные показания. Сотрудники второго отдела полиции к тому времени исследовали видео с камер на перекрестке и возле дома. Сомнений в причастности парочки к грабежу не оставалось. В данное время похищены телефоны и документы изъяты. Проводятся следственные действия. В Павлодаре мужчина пытался разгромить магазин техники. Оказалось, что он страдает психическим заболеванием. В сети появилось видео из магазина техники. На видео посетитель подошел к витрине со смартфонами и начал бросать их на пол. Один из консультантов попытался его остановить, но он бросил в него телефон. Завязалась перепалка. В итоге мужчину усмирили силой, вызвав полицию и скорую помощь. Как оказалось, молодой человек состоит на учете. А за 20 минут до разгрома в полицию позвонила женщина, сообщившая, что ее больной сын сбежал из дома. Медики госпитализировали 28-летнего мужчину в больницу для прохождения курса лечения. Армения подписала соглашение о прекращении войны в Карабахе. В сообщении главы правительства сказано, что боевые действия должны быть остановлены с часу 00. Факт подписания соглашения подтвердили в Кремле. Теперь стороны должны остановиться на занятых ими позициях. Для Армении это может означать утрату контроля над значительными территориями. Армянские СМИ сообщают, что в итоге Армения уступает Азербайджану контроль над семью районами. Активные боевые действия начались в конце сентября. Стороны сообщали о гибели сотен военнослужащих и десятков мирных шителей. После объявления о прекращении войны в центре Еревана начались беспорядки. Сообщается, что протестующие ворвались в здание правительства. Национальный суд Испании начинает разбирательство по делу о терактах в Барселоне и приморском городе Камрильсе, жертвами которых три года тому назад стали 15 человек. На скамье подсудимых три человека. Одному из них вменяется в вину членство в террористической организации. Изготовление и хранение взрывчатых веществ. Напомним, 17 августа 2017 года на знаменитом бульваре Лас-Арам-Лас в центре столицы Каталонии автофургон врезался в толпу пешеходов на большой скорости. Водитель сбежал, но через несколько дней был застрелен в ходе полицейской операции. Пятеро его сообщников из той же ячейки были убиты полицией через несколько часов после теракта в Барселоне. Португальский город Аверу, прослышавший маленькой Венеции, теперь занимает позиции города-лаборатории. Уютные каналы и набережные соседствуют здесь с гигантским парком, на базе которого проходит тестирование приложений и новинок робототехники. А это предполагает километры волоконно-оптических кабелей, экспериментальную 5G, инфраструктуру и настоящий взрыв энтузиазма. Именно здесь создали первую в Португалии живую лабораторию. На стадии разработки находится проект по созданию цифровых моделей для помощи промышленным компаниям и муниципалитетам. К проекту примкнули 34 профильные компании, их усилиями развернуты 16 километров волоконно-оптических линий. Общий бюджет проекта превышает 6 миллионов евро. 11 ноября, то есть уже завтра, стартует первый тур 29-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд национальной лиги. Он пройдет в Талгургане. Под сводами спорткомплекса «Жастар» соберутся 8 лучших команд страны. Чемпионат будет длиться 7 соревновательных дней. Главным фаворитом на первое место в турнирной таблице по-прежнему остается волейбольный клуб ЖТСУ. Сегодня семереченки провели контрольную тренировку. Их главная цель – завоевать Кубок страны и вновь порадовать болельщиков своей победой. Напомню, в прошлом сезоне ЖТСУ завоевал Суперкубок страны и стал восьмикратным чемпионом Казахстана. Тур откроют команды «Алтай» и «Караганда». А наши спортсменки первую игру в сезоне сразятся против клуба «Ару Астана». Можно определить четыре сильных команд. Это у нас будет, как обычно, команда ЖТСУ, «Алтай» команда, потом «СКО» Петропавловск и команда «Алматы». Вот эти вот команды, которые могут претендовать на медали. Ну, интерес будет в основном у нас. Это игры между вот этими командами за чемпионство звания. Прямо в цель в Толгарском районе завершился чемпионат Республики Казахстан по стрельбе из лука. В нем приняли участие более 150 спортсменов из восьми регионов страны. Насколько успешно выступили лучники из Алматинской области и сколько завоевали медалей, расскажет наш корреспондент. Семь соревновательных дней длился чемпионат Республики Казахстан. Алматинскую область представили 28 сильнейших лучников. Они показали внушительный результат. 14 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. А это первое место в общекомандном зачете. Условия, конечно, хорошие здесь. Лукодром построили. Это первые соревнования такого уровня, на таком хорошем лукодроме. Лукодром этот вообще построен по международным стандартам. Здесь можно проводить не только чемпионаты Республики, но и чемпионаты Азии, чемпионаты мира. Потому что здесь есть все условия, созданные при АИБе. Действительно, чемпионат прошел на лукодроме Акболак, на одной из самых передовых площадок для стрельбы из лука. Созданные условия здесь позволяют проводить учебно-тренировочные сборы как для спортсменов из Алматинской области, так и для сборной Казахстана. Мы благодарны Олимпийскому центру Акболак за спортплощадку. Здесь мы можем проводить соревнования. Здесь есть все условия для тренировок и проведения турниров под открытым небом. Сейчас у нас есть три лицензии. Они были завоеваны в командных соревнованиях. До конца года мы планируем завоевать еще больше лицензий. По итогам соревнования в общекомандном медальном зачете лидером стала команда Алматинской области. Второе место завоевали спортсмены из Шимкента. Замкнули тройку лидеров лучники из Алматы. Алексей Цой, Курманжан Касымжанулы. Я Манджал Жанкешев, телеканал ЖТСУ. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok